А вы ведь тоже, на самом деле, скромная девочка. Я слышал такое ваше интервью, что вот вы попали на телевидение, что это была такая эпоха, когда любой мог прийти, открыть дверь ногой и спросить, надо ли, и говорили, да-да, надо-надо, и вот вы так попали. На самом деле, я помню очень хорошо этот период, действительно было легче, чем сейчас и до того, но не так просто, как вы говорите. То есть вы намерены так вот напрашиваете на комплименты о своей харизме, о своих данных, или действительно считаете, что вам просто повезло, и любая бы могла быть на вашем месте тогда? Повезло. Не любая. Позвольте. Но повезло. Правда, повезло. Это было такое время. Мы, правда, вот мое поколение, как мне кажется, там Антон Камолов, Яна Чурикова, Ургант, мы все прыгнули в последний вагон, как мне кажется. Иваркан, Танин. Да. Последний вагон уходящего поезда, когда потом уже все, уже давайте нам образование, а кто вы, да, давайте корочки, вот эти там и прочее, серьезные кастинги. Все мы перечислили, это все с данными все-таки людьми. Да, да, да. И просто это время доказало на самом деле, что... Это было как раз время, когда талантливые могли действительно пробиться. Хотя я сейчас считаю, если ты обладаешь талантом уникальным, то тебе не составит труда подняться. Вот это то, что я так талантлив, а меня никто не любит, не слушает и не хочет записать со мной альбом, я в это не верю. Мне кажется, что талант, он, в общем-то, если дан тебе, да, свыше, то он будет востребован. Не сейчас, так потом. Да, то есть вы... Вы в случае не верите, вы верите в то, что... В назначение, да. Я верю в судьбу, я верю, что за нас уже все написано. Все ходы и выходы. И это ты думаешь, выпить мне сегодня чаю или кофе, а на самом деле там уже тебе кофе. И не работает кофемашина. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.